В Самарской области насчитывается около 20 тысяч бездомных собак. Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, подрядчики, которые занимаются отловом бродячих собак, должны их простерилизовать, вакцинировать и выпустить в среду обитания. По заверениям разработчиков закона, такой гуманный подход должен снизить агрессию и сократить количество собак в городе. Однако местные жители продолжают обращаться в профильный департамент с просьбами отловить животных. Местные власти и подрядчики по отлову животных не могут повлиять на численность популяций из-за ограничений федерального закона. Федеральный законодатель, невзирая на то, что гуляют в стае, предусмотрело абсолютный выпуск животных. Ну, абсолютный, потому что немотивированная агрессивность – это такой плавающий критерий, да, и только такое животное, с ним проявляющее немотивированную агрессию, мы можем оставить в приюте. Всех остальных мы должны выпустить. Часть муниципалитетов говорит о том, что давайте пожизненно содержать животных. За какой счет? За чей счет? Решение принято федеральным органам государственной власти. Но федеральный орган государственной власти отказывается финансировать это направление. По оценкам специалистов, стоимость содержания одного животного в приюте от 100 до 500 рублей в день, а если требуется лечение – еще больше. Если в регионе 20 тысяч бездомных животных, значит, в среднем на содержание всех этих особей в приюте требуется порядка 6 миллионов в день. Таких средств регионов и муниципалитетов нет, как и такого количества приютов. Специалисты призывают к изменению федерального законодательства и уже подготовили свои предложения для законодателей. Мы предлагали снять запретную эвтаназию особо агрессивных и опасных животных. Ну, что значит особо агрессивную, которая даже проявляет агрессию, например, к работникам приюта, которая не проявляет к ним ответную агрессию в сторону собак. Понятно, что такие собаки опасны для человека. Пока законодатели пытаются найти компромиссный вариант, который бы и обезопасил людей, был гуманным по отношению к животным, расходы на программу ОСВВ продолжают расти, как и численность собак. В 2020 году из бюджета Самарской области на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск выделяли 23 миллиона рублей, в 2021 году – 63 миллиона, а в этом уже 153 миллиона рублей. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.